Дарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и я думаю, вы все знаете, что голпас уже потихонечку подходит к концу, так вот, прямо сегодня вам расскажу, когда же он выйдет, расскажу, что и как будет стоить, присаживайтесь в подобный, самое главное, прожимайте огромнейший лайк, с вами Кентопк, поехали! Хочешь за одну минуту, все очень просто, джижи сунтов разыгрывают более 100 ножей, у злобителей заработать, для начала хотел бы вам сказать, что вся коллекция Дрэгон Драйз, она реально будет очень дешевая, поэтому если ты планируешь поднять мне миллионы, у меня для тебя плохие новости, но зато такие люди, как я, которые вообще не покупали голпас, они смогут неплохо подзаработать, рассказываю почему, для начала у меня был выбор, задонатить 5000 рублей на голпас и на скины к этому голпасу, или вариант номер 2, что я просто эти 5000 рублей отложу, обменяю в голду и смогу примножить, так вот, я выбрал второй вариант и я вам расскажу, что же надо покупать, как можно заработать и как каждый из вас сможет подняться, вложив совершенно немного голды, ну и конечно же, скажу предположителю дату выхода скинов на рынок, для начала давайте разберемся, сколько же по времени идет сам голпас, голпас идет по времени ровно 2 месяца, и сколько же осталось для окончания этих двух месяцев, как вы думаете? осталось буквально 2 дня, а не считая сегодняшний день, остался 1 день, то есть голпас уже заканчивается завтра, так что ребята, максимально быстро успейте пройти голпас, максимально проходить, максимально получать ножи, потому что ребята, вы можете все упустить, осталось буквально 2 дня, а когда же он выйдет на рынок, это уже очень хороший вопрос, обычно с момента окончания голпаса, проходит примерно 1-2 недели и голпас выходит на рынок, ну а любители яблока, у вас как обычно все плюс 2 дня, ребятки, есть одна небольшая вероятность, что коллекция Dragon Rise выйдет сразу на рынок, но почему я так говорю? рассказываю, впервые за всю историю всех голпасов, ножичек танта уже заранее добавили на рынок, дальше фильтр Dragon Rise тоже добавили на рынок, зачем это сделали? это сделали, чтобы потом не было никаких проблем, чтобы просто потом взяли, открыли доступ и все скины вышли на рынок, поэтому есть такая вероятность, что Dragon Rise коллекция выйдет уже через пару дней, ну а теперь немножко грустные новости, потому что я знаю, что много людей не проходили голпас, они его покупали, они потратили очень много денег, так вот, за сколько же вы сможете продать ваши ножички танта? всем интересно, но я уверен и могу с кем-то поспорить, то что ножичек танта будет стоить в пределе от полутори тысяч до двух тысяч, но прикол в том, что это очень популярный голпас, его очень много людей купили и очень многих людей есть этот ножик танта и поэтому он не будет стоить дороже 2к, ну а прямо сейчас вы узнаете, кому же повезло больше всего, смотрите, если у вас, ребятки, нож танта ягодзе, поздравляю, потому что это будет самый дорогой нож, после него на втором месте, скорее всего, будет самый ножик Pearl Ibis, с небольшим отрывом после этого ножа будет идти Knife Tanta Flow, это 3 самых красивых ножичка танта, но самый дешевый и самый стрёмный, ребята, это, конечно, Доджо, это, конечно же, Малычайт, потому что, ну, сам по себе, какой-то, ну, не очень скин, и такие пестрые скины обычно стоят реально очень дешево, Что же касаемо наклеек, я могу сказать только одно, то, что это провал, потому что все эти наклейки будут стоить очень дешево, но, тем не менее, такие люди, как я, как говорил ранее, будут закупать наклейки, потому что со временем их будет меньше-меньше-меньше, потому что люди их приклеивают и, конечно же, эти наклейки будут понемножку расти в цене, так вот, какие же наклейки я стою покупать? Ребята, эпики даже не думайте, ну, эпики будут стоить, ну, 30, ну, 40 голды, да легендарки даже будут стоить по 100-120 голды, я буду покупать только арканы, потом я их куплю, ну, скорее всего, сразу штук 20, а то и 30, потому что, ребята, я уверен, что, буквально через полгодика, эти арканы и наклейки будут стоить в 2, то и в 3 раза дороже от начала. По поводу брелков, ребята, тоже можно очень легко прогореть по голде, поэтому внимательно меня слушайте. Арканы 100% вырастут в цене, они изначально будут стоить дороже 800 голды, я в этом уверен. Косемы легендарок, ну, они ужасные, они некрасивые, кто бы что ни говорил, но они не вырастут в цене. Это то же самое, что с чармпаками. Да, хэллоуинская коллекция, она крутая, все ее ждали, все искупили чармпаки, они вырастут в цене. Сколько сейчас стоят хэллоуинские чармпаки спустя год? Они стоят 400 голды, а я их покупал по 500, вы понимаете, они не выросли в цене. А знаете почему? Потому что хэллоуинские чармпаки, они ужасные, они некрасивые. Тут красивый только один брелок, это паук и метла, все. Ну, а теперь мы дошли до самого интересного, потому что, ребята, сейчас будет очень важный нюанс. Вы все видите, впервые в истории Дигл Аркану. Вам не показалось, вам не послышалось, да, ребята, Дигл Аркана. А если он еще и статреком будет, елки-палки, это будет стоить, ну, как минимум, ну, тысячи две, а то и три голды. Ребята, первый в истории Дигл Аркана. Просто представьте, поэтому моим совет, покупайте Дезерт Игл Якульза, он однозначно вырастет в цене. Что же касаемо М60 меча, это тоже первый Аркан на М60, но тем не менее, М60 это оружие, которым не очень часто пользуются. Поэтому я скажу так, что этот скин тоже будет дорогим, ну, дороже косаря, но я уверен, что не будет таким дорогим, как тот же самый Дигл. Что же касаемо стикеров, вы все скажете, кем-то ПК, так Аркан надо покупать, я сам говорил. Да, надо покупать Арканы, стикеры, но только не стикер Сакура Колор. Знаете почему? Потому что, ребята, это самый страшный стикер, и он очень нюанс в цене. И этот стикер вам ничего не напоминает? Вы уверены? Ничего не напоминает? Окей, окей, окей. Запомнили, да, отложили в голове. Прямо сейчас вам покажу еще один стикер Аркану. А теперь, напоминает, возможно, что-то? 370 голды, мать его, за ногу! Тут 298 голды, это же просто трындец, это просто крах, это просто провал. И знаете, что самое интересное? Что когда выйдет Драгон Райс коллекция на рынок, то вот эти вот Аркан наклейки будут еще дешевле. Поэтому, мой вам совет, не покупайте стрёмные наклейки. Просто, визуально посмотрите, вот вы бы себе надели бы такую наклейку на скин или нет? Я бы лично не надел никогда в жизни. Ну, я просто не знаю, это надо быть под чем-то, чтобы ее надеть, поэтому мои предположения будут стоить до 500, даже до 400 голды. Ну что же, ребята, я очень надеюсь, что я смог вам помочь, потому что это не мое мнение, это мнение еще и трейдеров. Я очень надеюсь, что я сэкономил вам голду. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И напишите ваше предположение по поводу даты выхода коллекции. Ну что же, с вами был Кентуха, всем удачи, всем пока!